Мне часто говорят, когда, Алексей, ты будешь показывать людей, которые умеют машины ремонтировать. Так вот я вам сейчас покажу того человека, который эти машины ремонтирует. Точнее, я не буду его показывать, я покажу тот результат, что он сделал. Результат находится за моей спиной. Чебуратор. Машина сделана полностью и не была вообще в природе. То есть этот чебуратор он изготовил для тех, кто может ездить туда, куда Макар Телят не гонял и вообще. То есть если у вас какой-то другой автомобиль, туда, куда этот чебуратор пролезет, то он не пройдет физически. Мало того, мы сейчас покажем, как он умеет плавать. И в результате вы его себе можете купить. Конечно, это может быть не машина для города, потому что необходима деревня. Деревня где-нибудь чуть-чуть подальше, представляете, да? Поставили спокойненько и даже номера не ставите, уже ездите. Поехали! Давайте определимся, что это за машина. Вопрос весьма очевидный. Так вот, эту машину я увидел после того, как были выточены колеса. И больше ничего не было. Просто человек работает рядом с моим гаражом. Я бы, честно, хотел посмотреть на творение. И вот оно, творение рук магнитогорских. Сделанное все своими руками, как оно вам. Можно, конечно, говорить о нашем металлургическом прошлом и настоящем. Но где другое качество жизни? А вот оно. Я вам показывал авиамоделизм. Мало того, я сам авиамоделист. Но это другая вещь. Собранная и сделанная. И как она ездит, то... Ему абсолютно фиолетово на покрытие. Оно работает и по воде, и по снегу. Если честно, то такого чебуратора даже закопать-то негде будет. Представляете проходимость? Ну и я попробовал. Ах, какая машина-то! Ездим, едем за комбайном, прямо едем. Прямо куда ни попадя. Сейчас объясню ситуацию. Вы можете на меня смотреть, а думать, что спереди будет не абсолютно фиолетово. Потому что это чебуратор. Хотя и двигатель, в принципе, лазовский. Так, немножко. На косяте сейчас задом съездим. Чуть больше газа. Вот задом хорошо получается. Вообще никаких проблем. Так вот передом у меня и получилось. А что я кричу-то так, а? Кричать не буду. Так, вот теперь газу побольше. Да, понятно, машина не идеально управляется. Тут вопросов нет. Но машина эта не для этого создана. Эта машина создана для того, чтобы вы могли ездить где угодно. И как угодно. Так, ну-ка. О, теперь задняя скорость. Так, немножко. Бывает, бывает. Что-то. А как вы хотите? Проба руля. Да не всегда я понимаю, куда я воткнул. Но она едет, едет везде. Самое забавное. Почему? Потому что вес покрышек выталкивает чебуратора везде. И на воде, естественно. Я вам просто объясню. Человек сам собрал этого чебика, и он ездит. Полный привод. Полный и настоящий. Можно ехать и на задке, а можно включить и передок. И вот вам качество. Проехать можно везде. При этом вы не замараете своих ног. Круто? Да. И, кстати, купить такой агрегат можно и легко. Но само ощущение-то какое, блин. Так, еще. А как вы хотите-то? Как вы хотите? Не торопимся. Так, все. Газу побольше. Так, вот теперь едем прямо. Теперь включаем первую передачу. Также у нас газовочка. Так. Вот. Вот теперь мы поехали. Теперь мы поехали, и теперь едем куда? Куда-куда? Попробуем поплавать. То есть первый раз в жизни, господа, я езжу на автомобиле, который может плавать. Сейчас я здесь кручу первую. Так. Так. А теперь поехали вместе. Нормально? Представляете, я плыву вместе с Максимом. А он, знаете, сидит. Вот это клевизма. Такие машины нужны нам. Именно такие машины и нужны нам. Потому что у нас иногда такая штука случается, что мы ездим там, где... Извините, Макар перед гонял. Так, нормально, нормально, едем, едем. Сейчас выскочим. Вот так вот, вот так мы едем. Это супер машина. Вот, теперь уберем первую передачу, в смысле передочек. Потом вот сзади работает спокойненько. Вот, побольше газку. Вот так вот, представляете, да? Так. Офигеть. Это просто офигеть. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? То есть, чуть-чуть, буквально столько, сколько я надо будет проехать, и дальше вы уже можете ездить где угодно. Да, вот этот двигатель стоит. Максим прямо сейчас показывает, как он... Никаких проблем нет. То есть, даже двигатель не вводит, представляете? Вот это клево. Цена этого автомобиля 400 тысяч рублей. Можете забавить прямо сейчас. Нормально? Я бы забрал. Вот Максим бы забрал. Да и я бы тоже. Так что, пацаны, вот вам правило. Хотите, чтобы о вас узнал весь мир, так удивите меня. Для начала эфира, для большего качества есть интернет. И пусть все знают, что в Магнитогорске есть не только металлургия, есть и грамотные инженеры, и не только душ человеческих.